Ну что, друзья, всем привет! Вы с Аленой, вы на моем канале. И сегодня, знаете, что с вами говорим? Говорим на тему чужой успех. А нормально ли это, Алена? А нормально ли завидовать чужому успеху? Давайте поговорим, друзья. Я скажу, что действительно можно включаться в жизнь других людей, можно включаться в жизнь чужих. Но помните, что зависть, она может быть двоякой. Либо вы на этой зависти делаете для себя какие-то выводы, делаете для себя какой-то бренд, делаете для себя какие-то моменты, которые вам дают энергию, силы. А иногда эта зависть приводит к тому, что вы просто пиарите другую личность. То есть зачем вам пиарить кого-то? Подумайте, зависть это то, что может вам дать энергию, может вам дать силы, либо может ее отнять. И для того, чтобы вы не нуждались в какой-то дополнительной истории, просто берите, старайтесь делать уже какой-то заранее результат. Что это значит, заранее результат, Ален? Вот прям вот заранее результат. Нет, в какие-то моменты вам очень важно подумать о том, что вы можете в своей жизни изменить. И кто-то меняет только своими мыслями, а кто-то меняет конкретно своими действиями. И на безрыбье, как я говорю, и рак рыба. Но от чего можно отказаться, когда в жизни вы понимаете, что я что-то делаю не так, или я что-то делаю не то, или происходят какие-то моменты, которые влияют на то, как я думаю. В общем, в моей практике есть клиенты, которые завидуют, и из-за этой зависти они не сами не сдвигаются с места, но ничего, в общем, у них не происходит. Что им делать? Я говорю, что первое, что нужно сделать, это отпустить то, к чему вы привязаны. Будь вы привязаны к чужому мнению, к какой-то ситуации, к каким-то чужим целям, перестаньте за ними следить, займитесь своей жизнью. У вас в жизни очень много возможностей, много регалий, реалий, которые дадут вам классный, новый, суперопыт. Суперопыт. И пока вы наблюдаете за другими, ваша жизнь уходит куда-то в какой-то кармический пирожок, да? Как я говорю, кармические пирожки, да, мои? И правда, друзья, зависть это не способ, это уход от жизни и от боли.